приветствую вас на канале в гостях у заводчика коврги опять моя полочка вся зеленая с наступлением лета большинство растений с этой полки отправилась на улицу но в моей жизни появилась татьяна большой великий любитель цветовод и вместе с татьяной у меня появились новые растюшки таня спасибо вам огромное вот нашли свое место ваши подарки смотрите какая красота смотрите какие красивые да какой рисунок на листиках какие у меня цветочки так ливия вот такая красивая приехала ливию там смотрите видите я ее пересадила вот чуть чуть более широкий горшок чем тот который я приехал вот сразу чуть-чуть пошире я глянула там такие корни ого они знаете напоминают корни пальмы вот у пальмы такие дали удра цены такие корни прям огромные такие канаты да вот в такой горшочек пошире чтобы корешкам чуть-чуть все таки было место так вот этот маленький пока в стаканчике вашим стоит так вот эта красота и так понимаю это нуля на это вы поняли она тоже пока в вашем же маленьком крышочки стоит ничего не пересаживала пускай принимается ну вот она здесь же остальные на улице какой филодендрон сейчас пойду покажу пойду покажу так моя вода я пью воду с лимоном тут тут боюсь сглазить но на весах уже результат результат демон завтрака демон 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 привет смачного демонище давайте покажу вам вот еще одна бугенвиль бугенвилья вспомнила вспомнила бугенвилья еще одна посмотрите какие плети огромные она просто огромная бугенвилья мне кажется это не меньше чем та которую я покупала может быть даже и больше нужно только заплести ее тоже пока не бралась потому что я не была готова к таким экземплярам огромным если честно ну как то вот так что вот ждет пока в горшочке на улице и самое самое потрясающе красивая просто я шалела это вот такой филодендрон какие у него листья красивые так ребята тихо это потрясающий филодендрон какие листья тоже теперь нужно его срочно горшок для него достойный выбирать тебе аккуратненько его не трогай выбрать ему эту лохматую опору пересаживать красивый горшок и на опору его цеплять вы что это же просто произведение искусства а вот эти листья вот они потом будут в два-три раза больше огромные красивые листья это очень крутой сорт такой знаете как монстеры поняли вот это будет как монстера но листья такого филодендрон красивый сияющий прям танечка спасибо огромное вот это вы мне конечно забот подкинули теперь буду наводить порядке пересаживать да да девочки так огурцы мои что вы думаете у меня уже второй огурец пошел тот я съела смотрите во второй китайское чудо блин в общем все огурцы пошли урожай урожай идет всех так ну что традиционно лилии начинаем до лилии традиционно спрашивали наташ как сорта называются я не знаю я не занимаюсь вот этим собирательством сортов вы что если я буду еще эту информацию собирать плюс вы понимаете ты заказываешь одно зачастую приходит пересортиться я вот не факт что я заказывала этот сорт а он может мог прийти только потому что у продавца их очень много например поймать я не удивлюсь посмотрите к интересненько правда ярко так красиво потому что приходили вот в одной упаковке там где должен быть один сорт приходили три разных сорта но одного цвета вот например желтые казалось бы желтые или но явно это разные сорта а приходили как один сорт понимаете да вот какой это сорт вот какой вот только по цвету вот желтый помните они же разные были две лилии эти они разные такая желтая она была одна махровая многоярусная одна простая ну просто она как корона огромная а были в одной упаковке как один сорт ну и как вот какой сорт не знаю так вот это кала по сортам я не занимаюсь этим лишняя информация вот это вообще да красота какая красота красотища и вот как россия как антуриум и прямо как антуриум и цветут очень красиво так вот кстати мною не посаженные наверное в горшочках я что-то посажу что-то оставлю в горшках сразу маме сразу оставлю вот мама это приготовлено для тебя оставлю в горшочках пусть она уже за ними заботится здесь пока будет у меня в гостях мамочка приедет с папой ко мне надеюсь ничего не бой больше не будут красить надеюсь ничего больше не будут красить без моего присутствие вздохнула моя качелька дубовая между прочим ну ничего ничего так традиционно цикус красавец красавец цикус которого так и зовут красавец цикус и теперь еще рядом у нас красавец король джулиас пожалуйста прошу любите и жаловать кротон нынче переименовывается коронуется и называется король джулиас ну джулиас он смотрите но натуральный правда смотрите но натуральный ну клоун кто-то сказал похож на попугая но не знаю это ваш кротон похож на попугая а наш похож на короля джулиаса понятно джулиас все так розочки у нас смотрите какие уже пускают распускаются вернее вот такие распущенные розочки распущенные как красиво да смотрите можно делать фотографии до открытки очень красиво или вот так вот смотрите вот тогда тоже открытку можно сделать красота какая да я так периодически задумываясь а куда же я буду все это убирать на зиму наташа куда но я уже подумываю заканчиваем с гаражом и нужно будет попросить пока у меня как раз есть руки руки которые что-то делают не для скуки решить вопрос освещения моем зимнем саду добавить лампы потому что как раз как раз зимний сад видите будет заполнен красотой заполнен красотой но там надо больше света поэтому добавим туда освещение искусственного вот и все поместится в три яруса как-нибудь расположится расположится правильно розочки тут пересаженные но это пересажено это бугенвилия которую я покупала видите вот я покупала теперь мне сверху на нее еще еще и танюша подарила вот и куда я буду их но ничего две красивые смотрите да красивенькие 2 вот такие две красивые вот эту ту тоже танину заплету ну и будут знаете когда 2 тоже красиво прям красиво да вот когда растения повторяются это знаете очень стильно видите как у меня тис после того как я его накрыла розой это же роза она лежала на тисе полностью помните я говорила нужно обрезать вот я ее обрезала видите как бедняга тис пострадал под розой потому что он был накрыт все лето он был просто накрыт и в полной темноте и вот его немножечко видите прибила но страшного то ничего он весной даст новую поросль это все осыпется и как ничем не бывало ничего такого страшного надо его только натик я потом горшки уберу и я его тщательно обрежу я его хорошо вот обрежу со всех сторон то он в дом уже упирается его нужно будет обрезать в два раза ничего с ним страшного он будет давать новую поросль зазеленеет будет красивый но это вот от того что роза легла о как а вымахала дуреха а таки а спрашивали наташ вы быстро проскакиваете мимо синеньких цветочков но это анютаны глазки и ну вы что они же самые первые были посажены еще в начале лета анютаны глазки вот они были здесь и здесь одинаково но видите в итоге только в одном горшке вот они выжили цветут вот они как посадила я их начале лета и вы посмотрите они ни на один день не переставали цвести вот насколько все-таки до благодарное растение все лето доход бахны от красота анютаны глазки а в этом горшке вот здесь уже все ну либо собаки помогли либо сами они цвили не знаю у меня же еще есть помощники поймать есть еще помощники он помогаторы которые могут свой нос засунуть запросто куда угодно поэтому вот второе кашпо вот такое же она уже с другими растениями помогаторы же у меня что думаете они ленятся не это не помогают они круглосуточно помогают да так вот смотрите какая красивая красивая распускается тут у меня о смотрите какой цвет красивый да красивая пеларгония такая яркая яркая надо же а это новенькая вот это новенькая вот такая вот а второй горшок новенькая явно будет отличаться по цвету видите более красный вот это такая малинка а это такая прямо хотя посмотрим может это она так открывается только посмотрим так ну что а бегонии покажу вот желтые а белая ну или розовая белая это смотрите какая оказалась вот такая вот свисающая интересная а желтая вот такая вот белая очень любопытно очень любопытно так ну что так надо выпить свою воду и отправляться за кофе я хочу кофе рысь доброе утро доброе утро рысь доброе утро так ну что вот видите ящик еще стоит до полный ящик цветов пришел полный ящик танюш я в шоке спасибо большое так больше не присылайте никто не надо не надо вы посмотрите что творится куда мне это все ставить мне придется выселяться сани выселяться и вместо нас анютой все цветами заставлять а мы так будем на коврике на коврике на коврике с демоном в обнимку вот такая красота конечно красота вот смотрите вот эта композиция вся в одном горшке вот это я думаю куда я буду девать огромная такая не ну можно рассадить да можно он какой красивый здесь папоротник вообще волшебный по сути его можно конечно посадить горшок он великолепный не нереально красивый колиусы тоже можно отсадить мяту отсадить а можно я вот думаю можно же сохранить да нужно кстати колиусы подстричь эти как разрослись уже вот это надо подщипывать уже слишком большие ну можно теоретически оставить вот так в горшке просто конечно крупноватый очень красивая композиция я прям балдею вот это я конечно вообще в этом году попала да все так разрастается красотища ничего мои хорошие я еще немножко вот не ним не немножко я еще множко я еще множко разбогатею я обязательно сделаю продолжение зимнего сада у меня есть место у меня есть место где вольер были я вот часть этого места выделю под зимний сад тогда у меня все будет помещаться красотищу си сделаю вот сейчас мы только орков разобьем к херам выгоним и все и начнем зимний сад строить будет новая эпопея сейчас у нас с вами гаражные приключения потом начнутся оранжерейные приключения да да я такая так ну что я я отправляюсь пить кофе мои хорошие я отправляюсь пить кофе вам тоже советует с утра наш район вчера гнобила это пи 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 русня суки у вас и руки и ноги подсыхали учу вы лезете в украину а сейчас бесполезно у них же youtube не берет все все они там уже хотя нет но говорят у кое у кого и берет кто-то умудряется еще продолжает и как-то ну либо через випен либо еще какие-то возможно есть там у них свои способы но то что замедление пошло конкретно то есть практически вот если брать так статистически то практически можно сказать что заглючил youtube по полной да ну понятно там всегда есть какие-то исключения как-то находят возможности технические да но так конечно то все но надеюсь теперь не будет всяких на эти поводов насылать по нос и блокировать бесконечно я думаю канал теперь немножко очиститься вот что радует что радует так ну что я пить кофе мои хорошие прекрасного дня вдохнови а погодите погодите какого вдохновения я главного не сказал я главного не сказал у меня сегодня на весах на весах внимание я знала что так будет я знала приготовились все минус 2 килограмма минус 2 вы поняли я уже давно этой цифры не видел минус 2 килограмма аллилуйя аллилуйя вот теперь еще до отъезда еще бы минус 2 я прям чувствую как я постройнела как и стройнею на глаза а я-то себе накупила уже накупила знаете сколько она купила одежки курортная она что же нам не висеть будет теперь до люблю целую вот теперь хорошего дня хорошего дня вот вот вам вот вам рысика мои хорошие приветствую вас самой нелюбимой рубрики гаражные приключения мучения как угодно приключения смотрите обещала показать подоконник вот он уже установлены видите какой вот и откосики вот оно такое все в общем покрыли даже пропиткой видите разницу но я смотрю темноватенько стала в гараже поэтому потолок решила не покрывать только лаком а стены вот и поверх пропитки покроются лаком а потолок уже не будем потолок не будем или знаете как или можно рейки только можно взять вот этой пропиткой рейки тогда будет интересно да если рейки остальное просто лаком так наверное можно вот ну в общем посмотрим так а здесь здесь на этой стене будет потянуть фото фотообои вот эти которые композиция нам вот она у нас вот так такой цвет помаранчивая помаранчивая такая композиция помаранчивая ну тут еще местами 100 еще пятна то нужно будет наверно где-то под под добавить потому что не знаете как они покрывали как типа таким знаете аэро ну как вот такой штукой распрыскивали поняли распрыскивали не валиком а поэтому кое-где видимо неравномерно ну вот ворот такие симпатичненько так получилось конечно да как было вы помните это глина висела везде и как это теперь окошко вон какое в общем такие дела такие дела ну я думаю балки было бы неплохо покрасить а потолок не затемнило прилично так затемнило сразу но вообще будет красиво здесь будет такая красивая композиция мне кажется будет классно еще немножко осталось последний рывок